Полицейский прямо в больнице повалил на пол и избил задержанного водителя. И это попало на камеру видеонаблюдения. Это тот самый автоинспектор, который превысил скорость в населенном пункте более чем на 60 км в час на служебном автомобиле, без спецсигналов и маячков, и на скорости более 110 км в час врезался в гражданский автомобиль, и виновным признали пострадавшего водителя. С этим избиением точно такая же история. Я находился возле машины, ко мне подъехали сотрудники ДПС. Сразу же выскочили, начали говорить, что я управлял данным транспортным средством, что я якобы проехал на красный свет. Такого не было. Учуяли от меня запах алкоголя. Я достал телефон и начал снимать. Хотел начать их снимать на телефон. Сотрудник ДПС Булыгин вырвал у меня телефон, засунул мне его обратно в карман и сказал, что если я его еще раз достану, он мне разобьет башку. Посадили обратно в патрульную машину и повезли в больницу на свидетельствование. У меня опять зазвонил телефон, я выскочил в коридорчик и успел сделать два шага. Инспектор Булыгин меня схватил сзади за куртку, повалил на пол и начал сбивать. Он раз, наверное, 4-5 не ударил. Так как я лежал на полу, на кафельном, он меня толкает в область затылка. И я ударяюсь лицом об кафель и разбиваю себе правую бровь. Я там как бы от ударов, от резкой боли в шоке, конечно, был. Ну и с этого, ну минут 5-7 он на мне сидел. Был на больничном, с правой стороны был перелом 11-го ребра. За рассечением вот брови у меня. Создавалось такое впечатление, как будто вы решили сбежать. Нет, нет, не сбежали. Я хотел достать телефон. Мне не давали достать телефон. Так а что вам мешало достать этот телефон, сидя в кабинете? Меня держали за руку. Вот данный сотрудник, который меня избил, Булыгин Александр. У него хорошие связи. А он племянник Голубева, Марка. Дядя работает заместителем начальника ГИБДД городецкого района. На суде меня по этому поводу признали виновным по 19-3 статье. Ну, то есть что-то вроде сопротивления сотрудникам полиции. Даже если допустить, что где-то я там что-то нарушил, ему не дает, никто не дает такого права издеваться, избивать людей. Душить их там, давить, надавить. Вообще разговаривать так, вот там столько нецензурной лексики в свою сторону, я услышал. Что касается самого водителя, то он далеко не безгрешен. Его уже ловили за вождением в нетредовом виде. В этот раз он вину отрицает, но доказательства слабые. Причина отстранения, это основное полагать, что вы управляли транспортным средством в состоянии опьянения. Протокол отстранения от управления. Также не имеете права управления. Также не имеете права управления транспортным средством. Вы лишены. Прибор готов к использованию. Обхватывайте трубочку бам, донги, продолжительный выдох, пока идет звуковой сигнал. 0540. Я говорю, я налетил. Я нет, не скрываю, я убил все они. Почему вы сели за руль в состоянии алкогольного опьянения? Я не садился за руль. Кто был за рулем? Супруга. Ну вот они едут. Вот видите, машина стоит. Около машины я нахожусь. Я стоял рядом с автомобилем, около проезжей части. А что вы там делали? Почему стояли на проезжей части? Ну я супругу ждал. А кто был за рулем? Так, супруга была за рулем. А почему вас тогда привлекли, а не супругу? Я не знаю, потому что супруги не было рядом с машиной. Когда она уже подошла к машине, машина уже была закрыта, и никого рядом с ней не было. Поэтому она начала звонить. У меня там что-то около 19 пропущенных от нее было. И мне предложили еще сдать анализы на наркотики. Я сходил, посикал. После чего мне потом принесли только уже как чек, ну такая бумажка распечатанная, что якобы у меня в моче нашли марихуану. Но вы курили марихуану? Курил, но задолго-долгое время до этого. Сейчас на меня возбуждено уголовное дело по 264 статье. Повторное управление в нетрезвом виде. Да, в 2022 году у меня было управление. Мне давали полтора года условно за это. То есть, ну, срок у меня прошел. А там что вы выпили? Я не помню. Ну, вы с этим согласны, что вы повторно сели за руль в таком состоянии? Нет. Я не садился за руль. У вас есть доказательства, что вы не садились за руль и управляла жена? Нету. Но независимо от того, выпил ли водитель бутылку пива или нет, мы решили узнать, может ли полицейский избивать лежащего на земле человека за свой упавший телефон. Мы обратились в отдел полиции Градца. Появилось видео, сотрудники БДД Булыги сбивают водителя. Это зафиксировала камера видеонаблюдения. К сожалению, я не полночно давать вам комментарии, так как я являюсь полицейским комендантским отделением. Все вопросы в пресс-службу ГУВД. Так мы не от вас ждем комментариев. Мы хотели бы с начальником поговорить. Я поняла, но он сказал, указание дал, чтобы вы обращались в пресс-службу ГУВД. Но позиция начальника полиции Градца известна. Избитый водитель писал жалобу в городецкий отдел полиции, но начальник городецкого отдела в официальном письме заявил, что нарушений в действиях автоинспектора нет, и все действия проведены в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами. Сейчас водитель обратился еще и в следственный комитет, там проводится своя проверка. Что касается другого водителя, в которого ранее на скорости более 110 км в час врезался этот же самый сотрудник полиции, то он тоже сейчас пытается доказать свою невиновность. Авария произошла на участке, где разрешенная скорость 40 км в час. Водитель на своей машине не спеша выезжал со второстепенной дороги и говорит, что уступил бы дорогу полицейскому автомобилю, но его просто не видел. Тот гнал со скоростью более 110 км в час вместо положенных 40 без световых и без звуковых сигналов и приблизился очень быстро. Более того, гражданский автомобиль, ехавший с небольшой скоростью, почти успел завершить свой маневр, но полицейский автомобиль стал уходить на встречную полосу и врезался в него уже на встречной полосе, когда водитель маневр, повторюсь, завершал. Водитель стал инвалидом, но при этом его одного, его самого признали виновным в этой аварии и еще и прав лишили. Он пытается доказать свою невиновность, но апелляция уже отклонена. Теперь он подал кассационную жалобу.